Будущих японских моряков по традиции встречают хлебом и солью. Сюда из Нейгаты на судник Каэмару они шли двое суток. Во Владивостоке все эти 18-летние ребята впервые. А вообще традиция приезжать в гости к своим приморским коллегам зародилась в 2008 году. Когда нам сказали, что мы едем во Владивосток, я очень обрадовался, ведь это мое первое путешествие за границу. Возможность пообщаться с моряками из других стран для меня это невероятно интересно. Надеюсь, что приеду сюда еще раз. Переодевшись в форму, курсанты сразу же идут в спортзал. Японцы всю неделю до отъезда готовились к игре в баскетбол, но по факту пришлось состязаться в мини-футболе. Неожиданный поворот сыграл свою роль. Хозяева довольно легко обыграли гостей. Но здесь все дело в обучении. Японцы уделяют внимание совсем другим видам спорта. Не могу понять, как у них проходит физкультура. По всем видам спорта, в чем бы мы с ними не выступали, мы наголо сильнее их. После подъем гири и перетягивания каната. И вновь победа осталась за местными моряками. Впрочем, обе команды признаются, это ведь не главное. Намного важнее дружеские отношения и обмен опытом. В прошлом году, как бы последнюю, если взять визит ребят, то очень была теплая встреча. Ребята обменялись электронными адресами, и они поддерживают контакт. Второй день визита курсантов из страны восходящего солнца закончился экскурсией по музею. Гостям рассказали об истории колледжа, а преподаватели вспомнили славные истории русского мореплавания. Впереди у японских курсантов еще два дня на то, чтобы поближе познакомиться с Владивостоком. Александр Шедловский, Павел Михайлов. Панорама.